всем большой друзья привет всем доброе утро этот ролик я записываю отдельно ролик про губы расскажу вам и покажу про перманентный макияж то есть про мои губы как делала где делала кто делал и вообще результаты и итоги кто помнит я сделала недавно губы окантовку и растушевку значит делала я делала мне валентина это мой мастер маникюра и педикюра она пошла учиться в школу на так вытрясаю здесь стол школу там обучают и парикмахеры ресницы наращивать косметологи там даже есть и в том числе вот мастеры перманентного макияжа и я пошла в валентине 25 евро это стоит как модель я хотела еще брови но брови передумала я пошла на губы я губы когда-то делала лет пять назад у своего мастера на потом уехала в беларусь и там живет сейчас вот много лет уже я сделала у нее губы самый 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 пигмент был самый который самый светлый и вот пять лет я ходила с этим перманентом когда я делала первый раз губы у меня я сразу по рекомендации юлия пропила лекарства там пару дней до процедуры и после процедуры и у меня выскочила где-то но герпес может быть где-то вот здесь совсем маленький то есть не там где была пробита именно где-то здесь и итог было что все было равномерно в этот раз я спросила валентина чтобы она узнала школе у наставника что делать если вдруг вот герпес ну она так ответила что нужно выпить таблетку а нужно не пить ну как-то так и я подумала ну и не буду о чем вот потом пожалела так вот значит там получалось так ты приходишь на процедуру определенное время и сначала рисует сначала рисует ученик форму потом подходит наставник наталья ее зовут она владелица там заводов пароходов и магазинов потому что там же в этом здании ирина против два магазина для парикмахеров и не только это тоже ее как бы она подошла исправила показывала валентине как значит потом не форма не понравилось почему потому что они рисовали вот окантовку как у меня есть губы но когда они нарисовали то вот эта часть я просто помолчу покажу вот эта часть она ушла сюда вот сюда вот так а мне надо было чтобы окантовка была вот так для чего это делается так как мы уже взрослые женщины и у нас с возрастом лицо вот да уходят вниз то естественно уголки губ тоже уходят вниз само собой и когда мы закрытый рот даже когда я снимаю ролик молчу вы иногда видите если я профи то вы видите даже что вот эта часть сюда идет и перманентный макияж я и говорю мастер мы довольно долго с ней не то что спорили а просто дорисовывали я объясняю что если у меня по жизни вот эта окантовка она идет плывет вниз как раз таки перманентный макияжем именно на губы мы создаем как бы форму но не то что новый а мы просто эту форму корректируем как бы мы пытаемся эту форму губ вернуть вот вот так понимаете и поэтому я даже вам сейчас вот нарисую например губы вот губы да то есть вот здесь вот эта окантовка идет с возрастом сюда вниз вот так вот я вам показываю видите это наша натуральная природная окантовка и наталья когда я начала говорить что я этого не хочу мы не нужно вот так то есть вот сюда за счет этого немножечко видится поднялась верхняя губа она стала губы стали более пухлыми вы также можете если у вас именно перманентным макияжем немножечко форму увеличить визуально вот у меня пухлые губы но не настолько как бы да а форма вот это она сделала более пухлыми и поэтому обязательно если вы пойдете на перманентный макияж губ обязательно перед тем как вам начнут их делать да обязательно посмотрите в зеркало по улыбайтесь поговорить и зеркало посмотрите и вот я они не вот так нарисовали я сказала нет я так не хочу давайте так и вот они мне вот так прорисовали окантовку и когда уже полностью но все равно все равно немножечко а я понимаю что невозможно чтобы окантовка блин 14 минут друзьям реально надо что-то будет делать потом с этим невозможно окантовку как бы мимическое то есть губы двигаются но все равно я пыталась добиться идеальной формы то есть знаете вот когда вы смотрите на куклу барби или там на любую куклу да у нее такие пухленькие и вот это окантовка вот мне хотелось этого чтобы как бы чуть-чуть вот губа видите дальше сам показываю проблема в том что из-за герпеса вот эта часть она полностью на второй день у меня высыпала причем очень сильно очень сильно и прям вот эта окантовка я пыталась ее вообще не трогать но невозможно не трогать потому что ты бипонтеном мазью бипонтена постоянно мажешь губы и она у меня просто узнать на какой-то очередной раз когда я вот просто так делала бипонтеном я даже не растирала я просто как бы отбивала у меня вот это с этой стороны вот эта корочка отошла прям вот на пальце и в результате видите у меня здесь новые окантовки нет также вот вот эту часть вот эту бабочку сделали замечательно просто супер но вот здесь супер сделали красиво а на мой взгляд вот здесь все-таки хотелось бы чуть-чуть вот так вот сюда немножко пухлее итог я итог я довольно ну то есть кроме если бы не было этого герпеса или он бы не был такой сильный я была бы очень довольна плюс когда вот это все заканчивается первую как вот эту именно окантовку самую вот окантовку делает наставник не ученик наставник и когда наставник ну то есть валентина первый раз делала губы возможно если бы она уже делала второй раз тогда бы наталья не как бы но валентина первый раз поэтому наставник наталья как бы да она полностью прошла всю окантовку причем прошла без без анестезии ну это понятно что если анестезию положить тогда окантовка когда ты начинаешь пробивать она бы расплылась поэтому без анестезии потом положили анестезию потом уже вот это все заполнение делала валентина вот это все как бы да в общем друзья почти 20 минут болтаю вам рассказываю про губы возможно я это вообще вынесу в отдельный ролик на самом деле наверно так и надо будет сделать результат результатом я в принципе довольно но нужно было через время месяца через два-три потому что 1 пигмент мигрирует пока в губах и еще очень больно при том что постоянно вложили анестезию каждые три минуты все равно было очень больно я очень с трудом выдержала эту процедуру но через три-четыре месяца когда знаете болевой уйдет иммиграция пигмента перед уже устаканится тогда я думаю что я схожу еще раз это будет да уже быстрее по времени это будет другой мастер конечно же ученик но это будет ученик я как бы по поводу бровей я мне дали очень хорошего мастера я видела работу мастера причем вот вчера увидела сделанная накануне очень хорошо мне очень понравилось цена понравилась и я пойду к этому мастеру но это уже будет потом когда я денежки подкоплю к этому поэтому все друзья спасибо вам за просмотр я рассказала вам про губы оставлю внизу телефон если найду но вот здесь напишу вам клепс по моему название школы в риге и номер телефона вы можете вот записаться либо к валентине маркона валентина маркона это мастер которая мне сделала я так поняла что она еще учится если кто-то к ней захочет записаться именно в школе то возможно запишут не знаю но валентина маркона и номер телефона школы если к ней запишитесь от меня передавайте привет спасибо вам за просмотр надеюсь что кому-то это поможет и и последнее что я хочу сказать перманентный макияж во взрослом возрасте это не разговор о красоте в первую очередь это разговор о частях тела которые уже плывут и которые нужно просто под подправить вот так скажем спасибо вам хорошего настроения берегите себя всем пока